Музыка Еще раз хочу обратиться, во-первых, я, так сказать, думаю, что все-таки в три года как-то, оказывается, у нас юбилей сегодня. В три года с вами, так сказать, рука в руку работаем и, безусловно, спасибо вашему энтузиазму, спасибо вашему упорству. Спасибо вашему такому-то отношению к людям, вот у нас аудитория увеличивается, наши сомышленники добавляются. Я думаю, что мы так или иначе успеем донести вот те вот принципы, которыми мы придерживаемся в нашей работе, в том числе и к нашим, так сказать, функционерам, которые занимаются организацией медицинской помощи. И здесь, конечно, вот, когда вот такие вот работы выходят, безусловно, понимаете, потому что, действительно, вот, некие варханалия царит, вот, и с клиническими рекомендациями, и с тем, что, так сказать, вот, предлагается. Это вот, я вот, к примеру, могу вам сказать, сейчас вот вам буду рассказывать про эту вот систему финскую для врачей общей практики, да, вот, она не хирургом предназначена. Если говорить об смертности, тут вот одно вот я к своему удовлетворению вот заметил в предыдущем докладе, что вот как раз острый панкреатит, если вот взять вот отделение внутренних болезней, гастроэнтерологические отделения, то острый панкреатит и цароз печени алкогольный. Две нозологические формы, но я не говорю там, по кардиологию, которые являются поставщиками вот смертности, да, вот, чем мы боремся на сегодняшний день, а очень активно. И вот здесь, конечно, была программизирована она из этих двух форм. Безусловно, это, вот, так сказать, еще раз увеличивает значение проведения такой работы, тем более, вот, с использованием такой вот серьезной методологии. Ну, тяжело пробиваться. Это никто не скрывает. Вот, я вам скажу так, что по собственному опыту вот здесь вот мои самышленники присутствуют. Вот, даже вот на меня, для меня, вот, проще на сегодняшний день опубликовать мета-анализ в Кохранской библиотеке, чем вот этот мета-анализ попубликовать у нас в российском журнале. Ну, таком хорошем, да, который входит с корпуса. Я не буду фамилию называть, но знаете, какие комментарии я получаю, например? Что, вот, видите, вот эти вот данные, которые мы вот провели, мы их откуда-то списали. Пишет нам рецензию редактор. Вы понимаете, че я не говорю? Рецензия в таком характере, что вот данный препарат, который вы исследуете, является очень хорошим препаратом. Он имеет очень хорошие традиции применения в России. Поэтому, нечего вам, так сказать, обсуждать его эффективность и безопасность. Да, поэтому нам еще много работы для того, чтобы опять, так сказать, нашему сообществу домстил тело, в принципе, которым мы и предельно. Ну, это был на английском языке презентация. Уважение в свое время в 2003 году было в клинике во Фрайбурге. Клиника профессора Блюма. Откуда наш гость из этого же города. И когда я там оказался, вот профессор Блюм сказал, что вот все обходы и все общение будет происходить на английском языке в клинике. Для того, чтобы я понимал, о чем идет речь, поскольку я немецкого не знаю. Так, будем считать, что вот эта у меня презентация на английском языке, надо, так сказать, вот, такой вот хороший жестко нашему немецкому коллеге. Ну, конечно, есть, на самом деле, вот это вот из доклада нашего вице-премьера Татьяны Гурикова. Вот видите, вот, что, так сказать, не все, а получается так, вот, как мы и вот хотели в отношении вот этой вот нашей всей трансформации системы здравоохранения, да. И вот количество достаточно большое, да, вот населенных пунктов, которые остаются на сегодняшний день в результате реализации системы здравоохранения без медицинских пунктов в том числе. Почему действительно важно, вот, обратить внимание на врачей вот первичного смена, да, потому что, конечно, это, так сказать, то звено, которое выпадает очень серьезно на сегодняшний день. Конечно, их квалификация и так далее, они, безусловно, требуют дальнейшего, так сказать, вот работы и совершенствования. И вот видите, вот достаточно амбициозные планы, насколько, вот, должны, так сказать, вот увеличиться вот эти вот пункты. Первичного звена в городах, поселках нашей страны за последующие вот годы, до 21-го года. Поэтому, конечно, еще раз о том, что, безусловно, здесь, так сказать, надо использовать максимально эффективные инструменты, в том числе и вот те вот инструменты, которые вот нам предоставляют медицин основаны на доказательств, в том числе и вот те вот инструменты, которые мы имеем благодаря переводам к Акрановской базе данных, для того, чтобы оптимизировать наши вот затраты. Наши затраты времени на проведение лечебных процедур, диагностических процедур, финансовые средства, которые мы утратим на, не зная до конца и сомневаясь в эффективности тех вот лекарственных препаратов, которые мы назначаем. И здесь нас, так сказать, ожидает очень большая давнейшая работа. Вот эта вот система, одна из двух на сегодняшний день, еще раз повторюсь, эта система, чтобы вот всем было понятно, вот для врачей первичного звена. Это самый низкий уровень, да, вот первичное звено. Но я имею в виду не в плане уважения, безусловно, это вот те вот люди, которые огромную нагрузку берут на себя, для того, чтобы довести пациентов до специализированных учреждений, до квалифицированной медицинской помощи. И, безусловно, вот здесь вот их роль, она неоценима. Поэтому мы вот начали вот этот вот проект, который посвящен как раз вот этой специальности врачей. Достаточно короткие сроки, они вот здесь вот представлены. Которые вот мы вот, нам удалось адаптировать вот эту вот финскую систему. Она, кроме Финляндии, вот еще вот восьми страны вот переведена на ряд языков, адаптирована к законовой нормативной базе, к маршрутизации пациентов в этих странах. И Россия тоже вот стала в ряд с этими странами, которые вот мы на сегодняшний день предлагаем использовать вот эту вот систему. Огромная работа, уважаемые коллеги, была проведена у нас в университете в течение вот этих вот пол-шесть месяцев, когда проводилась адаптация данной системы. Вот участвовали вот 30, у нас три кафедры, 60 адаптатов. И здесь опять не могу так сказать, не упомянуть вот те проблемы, с которыми мы столкнулись. Но, безусловно, вот эта вот система, она разработана, и она очень близка для европейских стран. Не говоря о том, что есть там ряд эпидемиологических особенностей и так далее, которые существенно отличаются от каждой в нашей стране. Еще один такой момент, который во многом, так сказать, тоже является камнем преткновения, это то, что наши партнеры из компании, частной компании «Алгон», которая занималась поддержкой вот этого процесса, и их лицензионное, так сказать, соглашение, оно не позволяет существенно изменять вот текст, текст исходных рекомендаций. Это, с одной стороны, хорошо, почему? Потому что, еще раз, эти рекомендации, они базируются на данных, в частности, к Ахреновской библиотеке. Но, сами понимаете, с другой стороны, совершенно другая маршрутизация пациентов у нас в стране. В ряде случаев, различив тех схем лечения, которых у нас имеются, которые используются в Европе, отсутствие, то, что я уже говорил, да, вот ряд лекарственных препаратов, которых мы вот привычно назначаем нашим пациентам, и которых вот нет в данной базе. Плюс к этому и прибавляется и та же проблема, в которой вот начали вот заниматься Лили Евгеньевна и ее коллеги, в частности, расхождение в подходах и вот такой вот разнообразительных рекомендаций, которые используют наши профессиональные сообщества. Ну, я вам могу сказать, что, конечно, вот эта вот система, вот здесь представлен, так сказать, спектр, как вот видите, вот то, что я вам только что уже рассказал, в тех вот пунктах, в тех позициях, которые требуют адаптации для того, чтобы она могла действительно не вызвать отторжение у наших врачей, которые, да, вот кому призвано, а помогать. И здесь, конечно, перечислены это и клинические, те же клинические рекомендации, и маршрутизация пациентов, и нормы, которые вот у нас имеются, и мнение ряд экспертов и профессиональных сообществ. Надо очень хорошо понимать, еще раз, что вот эта вот система, опять повторюсь, она предназначена для врачей общей практики. То есть она не подразумевает очень подробного и очень такого детального рассмотрения ряд частных вопросов в определенных мозологических, в лечении определенных мозологических форм, скажем так, к примеру, урологических, да, или эндокринологических, или гастроэнтерологических. И я вам хочу сказать, что действительно, мы с большим удивлением, когда вот запустили пилотный проект в Ханты-Мансийском округе и начали активно применять данную систему, как вы думаете, 90% вопросов от кого, касающихся, да, вот, контента системы, касающихся ее функционала, от кого вот пришли, как вы думаете? Вообще, вот, узких специалистов, конечно, я так не понял, там, кто-то последний на ряду сказал, но действительно, понимаете, как бы парадоксально не звучало, система, которая предназначена для врачей вот общей практики, вот, да, по большому счету для участковых терапевтов, она вызвала очень такой вот активный резонанс у врачей-специалистов. И опять, у нас возникает, так сказать, следующая коллизия, либо мы вот ее дальше развиваем и добываем до уровня профессионального сообщества, да, до уровня определенной специальности, либо, так сказать, мы вот стоим на той вот позиции, на которой мы вот стояли, да, вот не отходим от изначального контента, который лицензированный, в которых вот используем для того, что называете его системой BMG, и каким-то образом дополняем вот эту вот систему теми рекомендациями, теми вот предложениями, которые поступают от врачей узких специальностей. Поэтому, конечно, вот применение вот этих вот систем, и еще раз повторюсь, вы передо мной вот тут выступали, что действительно, вот очень сложно, понимаете, вот для наших врачей окунуться, и начать работать в такую систему, которая, казалось бы, очень существенно должна упрощать их клиническую жизнь. Значит, здесь на самом деле достаточно простой функционал, то есть вы вот имеете окошко, вы туда забываете определенный химический симптом или название лекарственного препарата, соответственно, у вас выскакивает резюме, которое, в частности, базируется на кахариновских обзорах, да, вот те вот данные, которые хоть имеются. Вы вот читаете эту информацию, вот тут буквально вот минута нужна, и дальше, если вы хотите углубиться, то, соответственно, можете вот по ссылке перейти туда, к первоисточнику. Ну, вот это вот основные параметры, которые присутствуют в данной системе для того, чтобы могли доктора ориентироваться в свои клинические работы. Еще раз повторюсь, эта система сугубо практически направленности. Она призвана экономить время, призвана помогать врачам очень быстро ориентироваться в технозологических форм, скажем так, которые не так часто, к примеру, да, вот встречаются в их клинической практике. Поэтому здесь перечислены все, так сказать, основные вот моменты, которые вот присутствуют в крупных международных вот системах медицинской информации, предназначенных для принятия врачебных решений. А их не так много, на самом деле. Есть еще одна, которая называется дайномет, и базируется на системе медицинно-основанной доказательств. И есть up-to-date, которая не является системой, которая, скажем так, строго базируется на доказательной медицине. Ну, вот здесь еще раз те подходы, которые мы вот использовали, в частности, для того, чтобы привести вот эти вот европейских подходов в соответствии с нашей реальностью. Есть такая опция, да, действительно. Вот эта вот система, она очень быстро обновляется. То есть раз в три месяца приходят очередные обновления. Они на самом обновлении, они на самом деле не очень большие по объему. Там может быть одна фраза, может быть несколько фраз, которые, так сказать, отражают последние изменения в тот доказательный материал, который собран на сегодняшний день. И вот эти вот обновления, они очень быстро попадают в систему. Это действительно тоже очень большой вот такой вот плюс, который, так сказать, позволяет нам быть постоянно в ногах в ногу с самыми последними изменениями, которые имеются в доказательных базах. Здесь, конечно, имеется и ряд других, на самом деле, таких подводных камней, которые объективно на сегодняшний день тормозят распространение таких систем. Я много-многократно спрашивал, к примеру, вот наших врачей в той же практике, об их функциональных обязанах, что реально входит с их функционалом. И мало кто мог мне дать вот такой вот ответ, а это в основном были вот на самом деле городские, да, вот врачи, которые в городах работают большие, их компетенции, до какого уровня распространяются. И вот здесь, конечно, есть ряд, так сказать, рекомендаций, которые вот уже давно вошли в обиход от наших финских коллег, а для наших врачей, ну, к примеру, там пункция, мочевого кузя. Как часто наши врачи от общей практики делают? Конечно, они сразу не говорят. Мы отправляем, конечно, наши эксперти, урологи, безусловно, обратили на это внимание. Они говорят, нет, мы вот этот, так сказать, вот такие вот завеши, мы их, так сказать, исключим от содержания. И содержание для российских от наших векторов. Почему? Потому что это не принимаем. Значи, ряд других стратегий, к примеру, онкологическая помощь. Оказывается, в Финляндии вот в ряде случаев лечение проводится под присмотром врачей в шпрактике. Что у нас практически невозможно на сегодняшний день. Это прерогатива онколога. Начиная там от выписывания рецептов и так далее. Еще другая рубрика очень большая, которая, безусловно, вызвала такой вот это реанимационные мероприятия. Когда, кому и в каком объеме наш врач общей практики может осуществлять первичную реанимацию пациентов. И вот ряд вот таких вот вопросов, которые на сегодняшний день продолжают оставаться на грани вот этого обсуждения, когда действительно да, вот здесь хорошо, мы как бы, вот я вам рассказываю, что вот есть такая хорошая система, что мы ее адаптируем и так далее. Но действительно, когда вот врачи вот начинают, сталкиваются с этим делом, мы начинаем получать то, что вот что-то выйдет, так сказать, вот потеряли вот чувство реальности, реальной клинической практики. Поэтому я думаю, что, конечно, безусловно, это вот один из вариантов, в частности, вот здесь, так сказать, представлен Ханты-Мансийский вот округ, вот данные, где вот мы вот осуществляли этот вот приводный проект, и где вот речь пошла о первом внедрении вот данной системы, безусловно, вот здесь, конечно, вот очень большая еще вот работа предстоит для того, чтобы привести вот такие вот подобные системы, то, что вот в частности во время первого нашего симпози обсуждалось, которые вот призваны вот облегчать и упрощать вот работу наших врачей, для того, чтобы они вот были пригодны к клинической практике. Здесь, конечно, сразу напрашивается вопрос об, во-первых, создании конкретных, а вот есть такие прецеденты, на самом деле и есть, но их на самом деле достаточно много, и они очень высоко специализированы. Вот есть там, скажем так, системы для оценки рентгенологических снимков, да, вот изображений, да, которые получаются подъем использования вот метода визуализации компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, но даже вот если вот взять вот отдельную клиническую специальность, взять эндогринологию, к примеру, уравлогию, та же гастроэнтерологию, таких систем нет, которые мы могли вот взять, перевести сегодня и завтра начать использовать наши кемские практики. И здесь вот вторая проблема, о которой мы вот говорили, это как раз вот возможность функционального совмещения вот этих систем с нашей базой данных, с историей болезни наших пациентов. Еще раз, если нам удастся вот это сделать на самом деле, взять эту систему и туда к ней присоединить возможность использования вот этих данных, которых мы получаем у наших пациентов, а это не только клинические анализы, это и картинки, которых мы имеем в результате там ультразвуковой диагностики, методы визуализации и так далее. Это определенные инвазивные манипуляции, хирургические манипуляции. Если нам удастся вот совместить вот эти вот две системы контента, который содержит достаточно высокую доказательную базу с данными наших пациентов, я думаю, что безусловно это была бы та система, в которой на сегодняшний день можно с уверенностью говорить, что она будет восстреливана нашим и врачам, которые непосредственно занимаются лечением пациентов. Ну вот на данном слайде хочется вызразить благодарность, как вы видите, здесь некоторые люди из данного списка присутствуют. Лилия Евгения вам тоже за поддержку в этом первом пилотном проекте осуществления адаптации перевода и начала практического применения данной системы. Я еще раз хочу сказать, что безусловно много, так сказать, вопросов, много деталей, которых нужно приводить в порядок для того, чтобы можно было максимально пользоваться такими ресурсами. Я думаю, что нам предстоит очень большая работа по дальнейшему применению этих ресурсов. И, конечно, безусловно, здесь роли от наших молодых коллег, моих молодых коллег-самышленников, в первую очередь из Сеченовского университета и Казанского университета, кому предстоит определиться с актуальностью тех систематических обзоров на это анализ, которые войдут в дальнейшие клинические рекомендации, которые мы пишем и в тех системах, которые мы планируем сделать для того, чтобы облечить и упростить, и оптимизировать, и повести эффективность туда наших клинических врачей. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok